Вам рассказать, так как у вас медиапоток, о том, как делается телевидение, о работе своей в интернет-пространстве Кавказа, о том, что мы делаем и создаём, и вообще о моём видеожурналистике. Как вам было бы интереснее, как вам было бы удобнее? Второе. Второе. Ну, хорошо. Ну, я думаю, что на вопросы тоже останется немало времени. Ну, могу сказать так. Телевидение, тогда остановимся на технологии телевидения, я расскажу примерно, как готовится политическое ток-шоу, и что требуется для того, чтобы оно выходило в эфир, и чтобы люди его смотрели, и как вообще устроено телевидение, на чём основана философия телевидения и технология телевидения. Ну, есть несколько аксиом, которые люди, которые не являются профессионалами, не понимают, и поэтому их оценка телевизора не выходит за рамки того ящика или того плоского экрана теперь, который они видят в своей комнате или в своём кабинете. На самом деле, телевидение во многом является зеркалом общества. Телевидение в обществе, когда рынок и деньги диктуют производство телевизионного продукта, является, к сожалению, зависимым от тех интересов, от тех взглядов, которые общество проецирует на это телевидение. Условно говоря, есть ощущение, что телевидение воспитывает общество. В ситуации, когда телевидение находится в полностью финансировании государства или когда один инвестор определяет независимый или какой-то другой инвестор его идеологическое содержание, наверное, это так. Но посмотрим на современный телевизионный мир. Тысячи каналов. У вас дома стоят у многих, наверное, эти спутниковые коробки или какие-то другие. Сейчас много разных устройств. Вы можете смотреть любой канал, 100, 200, 300, как угодно щелкать. Что заставляет вас останавливаться на том или ином канале, на той или иной программе? Ну, прежде всего, это, конечно, ваш стереотип, который существует у вас в голове. Вам кажется, что вы интересуетесь политикой. И поэтому вы начинаете смотреть ту или иную политическую программу. Вы смотрите футбол, вы смотрите художественные фильмы. Сегодня при развитом рынке телевизионном, при всем при том, что существует огромная конкуренция на телевизионном рынке, что произошел качественный скачок так называемых малых телеканалов, телеканалов, которые вещают на дециметровой волне, а не на метровой, и которые попадают к телезрителю благодаря развитости сетей транслирующих. Огромный выбор смотрения. Огромный. Поэтому, предположим, люди непрофессиональные, люди профанического склада, которые об этом судят, полагают, что, произведя хорошую, качественную, высокодуховную, воспитывающую высокие ценности в людях программу, они имеют только одну проблему, чтобы ее показать. Главная проблема, на самом деле, в другом, чтобы ее посмотрели. Как правило, к сожалению, человеческое сознание современного общества устроено таким образом, что в современном обществе люди привыкли пожирать и потреблять. Это не оскорбительные какие-то слова, а это просто оценки рефлексов социальных больших масс людей, которые существуют в современном мире между двумя точками. Между точкой работать и получать деньги, и вторая точка потреблять и тратить. Между работать и зарабатывать, и потреблять, и тратить существует большая часть современного человечества. И, к сожалению, такая мощная вещь воздействия на такие большие массы людей, а телевизор есть практически в каждом доме, каждый практически человек смотрит телевизор, она тоже, естественно, не может не быть рыночной. Она не может не работать на то, чтобы зарабатывать деньги и увеличивать свою собственную капитализацию. И это вынуждает нас, тех, кто хотел бы, чтобы высокое, разумное, доброе, вечное в телевидении доминировало к невероятно сложной проблеме. Наши программы и наши фильмы про высокое, разумное, доброе, вечное смотрят менее 0,2% телезрителей. Не потому, что их как-то блокируют, не потому, что другим не разрешают смотреть, просто потому, что большая часть телезрителей отучена от серьезного, глубокого, содержательного разговора. Отучена не какими-то злодеями, отучена не какими-то там, не знаю, шпионами или еще кем-то, а просто современный мир человека отучает от этого. Человек настолько погружен в свою деятельность, которой он занимается на работе, настолько она захватывает его полностью, настолько она делает его механическим приложением любой работы, будь то банковская работа, работа менеджерская, работа там рабочего или работа журналиста зачастую, что чисто психологически современному человеку очень трудно, очень трудно, трудно, но возможно все-таки прорваться к тому, что называется точкой духовного роста. Основная масса продукции, которую современный мир предлагает человеку, будь то кинопродукция, телепродукция, она не является никакой точкой духовного роста. Она является просто пищей для ума, пищей для психики, которая человеку позволяет отдыхать, человеку позволяет развлекаться, человеку позволяет чувствовать себя частью чего-то большего, то есть осуществляет такую психологически пропагандистскую задачу. При всем при этом давайте трезво посмотрим на вещи. Когда мы говорим о развлечении, человек современный развлекается не только лицезрением клоунов, пародистов, юмористов и так далее. Кадры ужаса, кадры Крымска, затопленного водой, развлекают современного человека, сидящего перед телевизором в своей уютной московской, или питерской, или лондонской квартире. Это свойство современного мира. Дистанцированность, вот эта вот отдаленность человека от трагедии позволяет ему воспринимать любую трагедию, будь то прямые кадры трансляции из Ирака, или из Палестины, или из Чечни, как нечто такое, что дает ему эмоции. Он смотрит и говорит, о боже, как это ужасно, убили людей, погибли люди, какой ужас, посмотри, дорогая, подойди сюда, посмотри, как это страшно, вода затопила город. На самом деле это не имеет к его жизни никакого отношения, потому что эта информация для человека по большому счету избыточная. Я говорю сейчас вещи достаточно такие суровые, может быть, которые вам покажутся, может быть, на грани какого-то, но это очень рациональный подход. Сто лет назад, когда не было никакого телевидения, происходили такие же катастрофы, техногенные катастрофы, происходили войны, в которых были города, завалены трупами убитых людей, происходил геноцид мирного населения. Люди не развлекались этим, а они это не видели. Не потому, что люди были лучше, а потому, что телевидения не было. Тогда выходили иллюстрированные журналы, которые приносили эти фотографии с полей сражений. И люди тогда смотрели, вот смотри, вот там вот убитые немцы, убитые австрийцы, там убитые русские, вот наши, вот они, вот ихние, и так далее, и так далее, и так далее. Толпа вообще идет, масса людей действует по линии таких грубых, прямых, достаточно простых эмоций. Сегодня вот эта вот эмоция, человеку доставляется напрямую. И в жизни каждого человека появилось очень много избыточного и излишнего. В принципе, в наших отношениях с телевизором есть очень простая точка, которая позволяет нам не быть рабами этого всего. Просто не смотрите дома телевизор. Если вы не будете смотреть дома телевизор, будете его отключать, когда вы хотите, то вы не будете участвовать в этом глобальном рынке эмоционального развлечения. Это очень просто. Но согласитесь, насколько вот этот вот шаг тяжелый для большинства людей. Для большинства людей телевизор стал постоянным фоном их присутствия в жизни, их работы. Человек просыпается, с утра он включает, хочу послушать новости, программу с добрым утром, утреннее время. Что тебе это три часа утреннего времени собирать на работу? На самом деле, чисто психологически, человек, отрываясь от сна, от интимного пространства, где он находится в своей спальне, там один или с женой, или с мужем, с семьей, с детьми, должен включиться в абсолютно чуждое, враждебное ему пространство общества, пространство работы. Общество враждебно человеку. И это тезис, который не просто понять, но который является аксиоматическим. Смысл общества в том, чтобы убивать в человеке человеческое, лишать человека внутренней, свободной индивидуальности и делать человека приложением к инструментариям, к механизмам и к сценариям развития, которые от него не зависят. Зависят от денег, от сильных мира сего, от их сговора или от их договоренности, от чего-то еще, от разных других вещей. Еще раз, это очень важный тезис для понимания природы телевидения. А то, как его надо делать. Общество убивает в человеке человеческое. Делая его просто схемой, структурой. Это не важно, левый человек или правый, либерал он или консерватор, государственник он или, не знаю, сторонник демократической революции. Не имеет значения. Это универсальная схема. Поэтому, но с другой стороны, человек, который бежит от общества, у него возникает в какой-то момент чувство, что его талант, его внутренний потенциал, его учеба, его образование, его мысли остаются невостребованными. Он начинает писать в стол, как писал Андрей Платонов в сталинское время свои романы блистательные или что-то еще. И у него возникает ощущение полностью оторванности. Кстати, иллюзию того, что можно быть оторванным от общества, быть индивидуальным и вместе с тем принимать участие в чем-то таком дает сегодня социальная сеть. Социальная сеть есть, на самом деле, такая социально-сублимационная как бы замена общественной активности человека. Она в каком-то смысле, конечно, мы уже видим, как в сетевом пространстве организуются достаточно большие группы людей по политическим интересам, еще по каким-то, которые на что-то влияют, но они на самом деле и являются тоже парадигматическим, парадигматическим таким повтором системы общества. Человек становится приложением не формальной каких-то типов деятельности, формальной работы, отношений с деньгами там или с чем-то еще, а своего сетевого пространства. Но мы сегодня говорим не о сетях, мы говорим о телевидении. Таким образом, телевидение является зеркалом всего того, что я так грубо обрисовал сейчас вот этими такими достаточно грубыми мазками. Почему? Потому что оно отвечает на запрос вот этих вот людей, которые хотят развлекаться в основном. То есть развлечение для человека является частью, еще важный момент, я забыл сказать, частью подтверждения того, что он, человек, существует. В рамках общества человек, теряя свою индивидуальность, становясь существующим буквально на уровне паспорта, банковской карточки, банковского счета, пенсионного страхования, ИНН, в принципе, наши имена нам не нужны. Нас можно заменить цифрами нашего индивидуального номера налогоплательщика. Вы можете общаться друг с другом и с государством вот этими сколько там двадцатизначными или сколько там цифрами. Поэтому я, например, старался ИНН не получать никогда. Мне насильно его на работе дали, когда я устроился на Первый канал. Но дело не в этом. Хочешь ты или не хочешь. Общество, таким образом, оно тебя персонифицирует. Телевидение психологически для человека является для людей частью подтверждения того, что он как бы есть. Вот эта вот эмоция, глядя на разрушенный Крымск с его обезумевшими от ужаса и отчаяния людьми, человек, паразитируя на их горе, телезрители, сидя перед телевизором, паразитируя на том, что вообще его никак не касается, ни в какой мере ощущают себя, с одной стороны, частью целого, причастного к их горю, личному, персонифицированному, индивидуальному горю. И вот это вот как бы создается псевдо-диалог. Я сидящий перед телевизором в теплой комнате и он рыдающий над трупом погибшего ребенка. Вроде как бы ты присутствуешь на похоронах, вроде как ты, как бы ты становишься свидетелем. Телевидение делает тебя этим свидетелем. На самом деле, конечно, никаким свидетелем ты не являешься. Ты потом идешь спать, выключаешь телевизор, утром просыпаешься, у тебя начинаются какие-то твои заботы, а это все происходит там, за тысячи километров. Заметьте, как во время Иракской войны мы реагировали, общество, мир реагировал на сообщения от Ирактов, которые потрясали Ирак. Вот Надежда Кеворкова есть, журналист, моя жена, она жена из Russia Today, одна проработала в Ираке, была месяц, она, я думаю, вам расскажет про реальность Ирака, она единственный российский журналист, который был в Ираке за последние годы, когда он был закрыт, а американцы в Миндюбе для объезда. Первые теракты, помните, 150 человек, взрыв в Кирбиле, в Багдаде, ужас, шок. Постепенно эти теракты, 100, 150, переходят в мелкий петит, уже идут второй, третий, четвертой новостью. Почему? Масштабы-то те же самые, люди гибнут точно так же, просто они уже не дают эмоцию. Сидит редактор и говорит, это мы уже не можем продать, в телевидении есть такой термин «продажа». Этот взрыв в Кирбиле, где смертник взорвался на автомобиле, 150 человек, во время, там, не знаю, Ашуры Шиитской, продать уже нельзя, зритель это уже не смотрит. Ему скучно, он это видел уже 5 дней назад, он уже переключается. Смотрите, стало быть, не всякая жизнь имеет ценность в этом виртуальном пространстве, а только та жизнь имеет ценность и смерть, которую ты можешь продать. Скажу сейчас страшную вещь, за которую меня многие осудят, но мы же говорим тут как профессионалы, правда? Вот, если бы крымски происходили еще 2, 3, 4, 5 таких потоков воды, пятый поток воды, это были бы маленькие выпуски новостей, которые уже не занимали бы практически никого, кроме тех, кто этим должен заниматься. Жестокая природа человеческого сознания именно такова. не понимая ничтожность человека, его слабость перед информационным обществом, перед обществом вообще, перед огромным миром, мы вообще ничего не поймем. Ни в современном обществе, ни в телевидении, ни в синергиях, как у вас тут я видел, ни в энергиях, ни в модернизациях, ни в консервациях, ни во всем остальном. Человек есть мера всех вещей. Не в том смысле, что он является мерой вот таких-то больших, а просто все меряется на самом деле, по большому счету, многое меряется, не все, многое, вот этим коротким сроком нашей жизни. Кому 70, кому 80, а кому и 20 лет доведется пожить. И вот этот срок, как в фильме «Меланхолия», от начала до конца, пока экран не погаснет. Может быть, там есть что-то еще дальше. Мы в это верим, верующие, что там есть дальше. У нас нет доказательств, но есть вера, у нас есть послания, есть пророки, есть свидетельства, но это вопрос веры, а не вопрос знания. Но мы точно знаем, что вот погаснет. А дальше вопрос веры. Телевидение работает именно на этого человека. Поэтому как готовится телевизионная программа? Во-первых, мы стараемся делать, если мы делаем политическое ток-шоу, что все-таки мы должны транслировать эмоцию. Главное, что продает телевидение, это не информация, это эмоция. Помните об этом. Когда телевидение вам говорит, что оно продает информацию, это пиар, мероприятие, с целью убедить вас, что пожирая эмоцию, вы получаете информацию для вас совершенно ненужную, абсолютно избыточную, никак не влияющую, поверьте, по большей части на вашу жизнь, если это не прогноз погоды. Единственная, собственно, информация, которая человеку по-настоящему нужна в телевизоре, это прогноз погоды. Дождь или солнце. Но даже, как мы видим, по сегодняшнему дню, вот мы ехали, было солнце, сегодня дождь. Ну, да, зонтики мы не взяли, но ничего страшного, привыкнем. Конечно, за три дня так, как правило, тоже редко дают. Но другая, любой другой тип информации, если вы присмотритесь, будь то информация о заседании правящей партии или оппозиционном митинге, или еще чего-то, она для большего числа людей избыточна и не нужна. Но люди потребляют эмоции. Таким образом, мы, готовя с вами телевизионные программы, перво-наперво понимаем, что наша главная задача привлечь внимание телезрителей к нашей программе. Почему? Потому что на ста параллельных телевизионных каналах, на тысячи каналах, на десяти тысячах, которые человек может в своей комнате переключить через спутник, идут футбол, кино, порнуха, мультфильмы, я не знаю, другие политические программы, что угодно. Репортажи лайф и жизни. Там идет продажа эмоций тотальная, продажа эмоций, воздействующая на все сферы психики человека, на низовую культуру человека, сексуальную, хтоническую, на высокую, духовную, на социальные инстинкты, на инстинкты зарабатывания денег. Человек собрание социальных инстинктов в этой интерпретации, подчеркну, человек, это, конечно, более сложная вещь, в этой интерпретации. Именно с этой интерпретацией мы работаем, создавая телевизионные программы. У нас могут быть с вами духовные задачи. И хорошо, если они у нас есть, потому что телевидение это предельно циничная вещь. Телевидение работает с человеком, человек, работающий на телевидении, условно говоря, продавая эмоцию, давая матрицы эмоциональные, видит человека без кожи, без мяса, раздетым, таким, как он есть. Этот человек ничтожен сам по себе, чтобы вы понимали. Большинство телевизионных работников предельные циники. Так же, как врачи. Только в отличие от врачей, которые помогают людям остаться в живых и реально ковыряют в чужих кишках, вытаскивают человека к жизни. Телевизионные работники никого к жизни не вытаскивают. Они просто копаются в чужих мозгах, в чужих душах. Поэтому желательно, желательно, чтобы вы были людьми верующими, чтобы вы не презирали человека за его слабость, чтобы вы понимали, что слабость человека есть оборотная сторона его потенциальной силы. Это очень непросто. То, о чем сейчас я говорю, имеет тоже религиозное содержание. То есть, в этой пространстве предельно циничного видения человеческой природы это очень непросто. Спасибо. Спасибо.